Как всегда по традиции скажу, не дождетесь. Очередная ночь, очередной налет, не ракетный массированный удар, но массированный налет дронов-камикадзе типа Шахет-136. В эту ночь фашистская Российская Федерация решила еще раз совершить налет на наши города, в том числе и на столицу, и другие. И было запущено порядка, по данным уже воздушных сил, сил обороны Украины, было запущено порядка 35 шахедов, 30 из которых были успешно сбиты. Да, несколько долетело, да, есть попадание в критическую инфраструктуру, наши службы борются, есть пострадавшие, в том числе и в столице. Двое человек пострадали, но жертв вроде бы по первым предварительным данным нету. И сейчас идут работы по восстановлению тех объектов, которые были повреждены в результате этой атаки. Ну, говорили специалисты, говорят, что вот, видимо, Россия бесится из-за этого, потому что они не могут положить нашу энергосистему, и нельзя положить. Советский Союз ее строил для атомной войны, она дублирована многократно, все зациклено, все завязано, все закольцовано, и если с одной ветки не подается электроэнергия, можно ее подавать с другой. Да, проблемы с распределением, да, проблемы с транспортировкой, это решаемые проблемы. Требуется время для их решения, но тем не менее, это не критический обвал энергетической системы. Но, видите, фашисты, они и в Африке фашисты, если они устраивают геноцид против мирного населения, значит, ну что ж, мы будем защищаться всеми доступными нам методами. Вот такое сегодняшнее утро в Украине после последнего налета дронами Камикадзе Шахет-136. Кстати, информация о том, что на эти дроны устанавливают глушители, не подтверждается. Выли они, как обычно, как мопеды в небе ночью, все было прекрасно слышно, и возможности по их сбитию тоже у нас использовались на полную катушку. Итак, оперативная обстановка за прошедшие сутки. Подразделения сил обороны отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стермаховка, Макеевка, Червонопоповка, Белогоровка в Луганской области, Верхнекаменская, Бахмутская, Подгорная, Бахмут, Клещевка, Красногоровка, Марьенко, Победа в Донецкой области. Ну, огненная дуга продолжает гореть с не меньшей интенсивностью, чем в предыдущие сутки. Бои идут очень ожесточенные, бои идут с переменным успехом, то есть есть дни, когда есть частичный успех у противника, у врага, есть дни, когда наши вооруженные силы восстанавливают положение на предыдущие сутки, то есть отбивают свои позиции у противника, при этом нанося ему максимальный урон. Видим количество потерь врага исчисляется сотнями за сутки, то есть батальон, стабильно мы ложим батальон в сутки Российской Федерации. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара и 7 авиационных ударов с применением беспилотных летательных аппаратов типа Шахет-136, а также 55 огневых ударов с применением реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты, гражданская инфраструктура и гражданское население. Противник начал текущий день с применения ударных систем ПВО. Подробная информация будет предоставлена после разъяснения. Имеется в виду, что вдоль линии границы и вдоль линии фронта противник сегодня с утра применял ракеты комплекса С-300, переделанные под класс «Земля-Земля». Это очень болезненная для нас тема, потому что очень тяжело бороться с этими ракетами, практически невозможно. Они почти в большинстве своем, они достигают цели, к величайшему сожалению. И пока что у нас даже те системы, которые нам поставляются, они с трудом справляются с этими ракетами. Там сочетание нескольких факторов. Фактора того, что ракета сверхзвуковая, того, что ракета летит всего на 75-80 километров. И, соответственно, время реакции, увидеть ее успевает, время реакции систем ПВО. Остается крайне мало, что и приводит к тому, что система ПВО не справляется в борьбе с этими ракетами. По оперативным направлениям пройдемся. На Северском направлении, на Волынском и Полесском без изменений. Нет признаков формирования наступательных группировок. Есть политические новости, о чем поговорим чуть позже. На Северском и Слобожанском направлении идет обстрел нашей территории. Все три области, Черниговская, Сумская, Харьковская, подверглись обстрелам в течение прошедших суток. Обстрел велся из минометов и артиллерии различных калибров. На Купянском направлении от огня противника пострадали районы населенных пунктов в Харьковской и Луганской области. Активных боевых действий на Купянском направлении не велось. То есть никто не атаковал. Позиционные бои, обмен огневыми ударами. На Лиманском направлении то же самое. Обстрелы с обоих сторон. Позиционные бои, большой активности ни мы, ни противник не проявляли за прошедшие сутки. Бахмут. Как тут все без изменений. Ожесточеннейшие бои. К сожалению, враг вернул под контроль над двумя кварталами на АЗС на востоке Бахмута. Продвинулся на два квартала в восточной части города. Бои идут в районе Опросного. Позиционные пока результат неизвестен. Также бои продолжаются на севере Азаряновки. Тоже пока результат неизвестен. Там идут ожесточенные боестолкновения за владение рубежами обороны. Как пишут защитники самого Бахмута, заключенные из частной военной компании типа Вагнера, идут в атаку как топ-модели по подиуму. То есть в полный рост и не торопясь. При этом по ним работают сразу с трех огневых точек. То есть фактически они под перекрестным огнем. Подобное поведение можно было бы объяснить наркотическими или какими-то алкогольными средствами. Но нет. Никто их не накачивает. Как объясняют сами наши бойцы, они больше боятся своей собственной службы безопасности, чем умереть от рук вооруженных сил Украины. Дело в том, что так у них, как им объясняют, что у них есть шанс выжить в этой атаке, то есть остаться в живых или получить ранение. Есть шанс. Ну, они сами иногда высказывают, те, кто попадает к нам в плен, что есть шанс попасть в плен и тоже остаться в живых, даже если ты раненый, потому что мы соблюдаем конвенцию. Но, если ты остановишься или повернешь назад, ты будешь расстрелян. Причем, я смотрю, что это последнее время тенденция расстрелов начинает принимать массовый характер среди вот этих наемников. То есть, с одной стороны, вербовщики выгребают из мест лишения свободы очень много людей. До 30% на зоне, на которую приезжают вербовщики, может согласиться на подписание контракта. А сейчас уже есть случаи, об этом говорят даже правозащитники российские, о том, что есть случаи, что те, кому удалось убежать с позиций, они скрываются на территории Российской Федерации или на территории Украины, на оккупированной части ее, и пытаются вернуться домой, не пытаются вернуться в колонию. Они согласны на увеличение срока, но они хотят вернуться в колонию. Почему? Потому что, если до них первыми доберутся вагнеровцы или Росгвардия, кстати, Росгвардия работает сейчас полностью на обеспечение отлова вот этих дезертиров, причем как среди мобилизованных, так и среди зэков, вот, их показательно расстреливают, показательно расстреливают, для того, чтобы остальные даже не думали убегать. Вот такая вот ситуация вырисовывается сегодня с этими ЧВКшниками. Авдейское направление. Продолжаются бои в центре Марьинки. Там ситуация пока неопределенная. Идут ожесточенные бои. И на данный момент практически невозможно сказать, где к вечеру будет проходить линия разграничений между нашими войсками и российскими оккупационными войсками. Заворожское-Херсонское направление. Там обстрелы, позиционные бои, обстрелы, артиллерийские дуэли. Есть жертвы среди мирного населения, к величайшему сожалению. И, в принципе, активных боевых действий ни с одной стороны не предпринимается. Только обстрелы и позиционные бои, перестрелки. Оккупанты продолжают обыски населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам. Кстати, почистите, кто находится на этой территории. Если вы нас слышите, то почистите. Удалите любые снимки, связанные с военной техникой, вообще с военнослужащими Украины, России. Неважно, не подвергайте себя опасности. Они очень боятся того, что местное население помогает вооруженным силам Украины, корректирует огонь, дает результаты обстрелов, дает сведения о перемещениях войск и их дислокации. Поэтому такие фильтрационные мероприятия очень усиливаются в последнее время. Потому что страх российских оккупантов на оккупированных территориях растет с каждым днем. Они уже доходят до панического состояния. Количество оккупантов в населенных пунктах того же самого Мелитопольского района увеличивается. То есть они накапливают там какой-то резерв и то, что мы говорили ранее, из Мелитополя, скорее всего, будет пытаться делать укреп район. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к боевым действиям бывших полицейских, дезертировавших к врагу. То есть все коллаборанты, которые вступили в сотрудничество, неважно какое, с российскими оккупационными властями, их всех будут привлекать для участия в боевых действиях. Причем, вы же видите, я так понимаю, что помните, летом мы говорили о том, что был приказ номер 60, так называемый, это что-то подобие Сталинского приказа, ни шагу назад, и создание заград отрядов. Так вот, я так понимаю, что этот приказ теперь там действует, и причем чем дальше, тем действует более жестоким образом, тем, что они уже они уже не считаются там заключенный, незаключенный, наемник, контрактник, мобилизованный и так далее. Им надо остановить вот это паническое бегство с позицией, потому что особенно среди мобилизованных, желающих воевать, становится все, не воевать, точнее, желающих, вернуться домой становится все больше. Ситуация там, в этом плане ухудшается, потому что, еще раз говорю, идеология этой войны со стороны России полностью развалилась. И объяснять тем, кто в окопах, что случилось, почему они здесь, и с кем они тут воюют, становится все тяжелее и тяжелее для российского командования. За прошедшие сутки авиация Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Три удара по позициям зенитно-ракетных систем противника, при этом наши защитники сбили летательный аппарат типа «Шахет-136». Это имеется в виду там, на линии фронта, в зоне боевых действий. Это не включает те 30 аппаратов, которые были сбиты по всей территории Украины, включая Киев и город Киев. Подразделения ракетных войск и артиллерии силы обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы и техники, два склада боеприпасов противника, а также контрбатарейную радарную станцию типа «Зоопарты». Это станция обнаружения стреляющих орудий и минометов и станция, которая корректирует огонь российской артиллерии. Кстати, появилось видео, рекомендую, на телеграм-каналах, официальных телеграм-каналах типа «Оперативной ЗСУ», появилось видео, как наша артиллерия, разве аэроразведка вычисляет склад, а потом наша артиллерия с трех выстрелов поджигает этот склад до состояния детонации боеприпасов. Причем, первые два выстрела там особенность в том, что орки не только сгрузили, там большой склад, там где-то фура целая боеприпасов, около ста человек принимало участие в разгрузке и укладке боеприпасов, но сам факт, что он очень глубоко был зарыт, что первые два снаряда, практически второй достал до ящика, и начался пожар, а вот только третий уже снаряд попал в штабель и вызвал детонацию боеприпасов. Вот что они делают, даже не ленятся, надо было вырыть укрытие такой глубины, чтобы артиллерийский снаряд не с первого раза пробил вот этот земляной покров над ящиками с боеприпасами. Так что, вот такая вот у них в этом плане ситуация. Вот такие военные новости на данный момент сложились на на линии фронта, на всех оперативных направлениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok